Помните меня? Я качок Каркарыч. Если вы слышали про смешариков или видели хотя бы одну серию, то вы просто обязаны поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и мы, друзья, уже видели, как сиреноголовый мультяшный кот стали качками и получили супер силу. Но теперь пришло время для Хаги-Ваги. Он тоже наконец-то превратился в качка. Как же Хаги-Ваги стал качком? Посмотрите анимацию на Сирена Студио. Ссылочка в описании. Ё-моё, какой же ужасный этот мир. Капец, как же здесь страшно. Ну вот зачем я тронул эту кнопку у пина в лаборатории? Я что, знал, что это портал откроет? И в итоге я телепортировал в какой-то мир. Я уже несколько дней по нему брожу, хожу и никак не могу понять, как отсюда выбраться. И никак со мной пин не может связаться. Видимо, связь обрубилась. Капец, как же здесь страшно. Ё-моё, вот это не повезло, конечно. Я упал в какой-то мир, в котором водятся монстры. Я даже узнал название этих монстров. Они называются монстры Древера Хендерсона. Ужасные такие страшные монстры, которые, как видим, несколько метров в высоту. А есть ужасные огромные существа по типу сиреноголовых. Они вообще размером с дерева. 12-15 метров. Такие страшные, опасные. Я как-то видел вдали одного. Сразу же оттуда драпанул. Чтобы он меня не поймал и не съел. Но еще так же в этом мире живут люди. Но правда, я попытался с тебе законтактировать. Но они посчитали то, что я монстр, и начали по мне стрелять в своих автоматов, в своих оружий. Получается, я не с монстрами и не с людьми. Хоть люди меня считают монстром. Ну ё-моё, ну как так-то? Вот это попадос полный. Ну всё, больше никогда не буду неизвестные мне кнопки нажимать в лаборатории пина. Угораздилась, конечно, меня. Ну ладно, надеюсь, со мной пин как-нибудь свяжется и вытянет меня отсюда. У нас уже как-то было такое. Один раз. Но правда, я телепортировался в какое-то другое место в нашем мире. Ну и спустя несколько часов пин меня нашел, открыл прям передо мной портал и телепортировался. Вместе со мной в нашу долину смешариков. Ой, как же и страшно. Капец. Надеюсь, пин меня отсюда вытащит. А чё это за музыка какая-то странная, а? Музыка какая-то заиграла. В каком-то из домиков, что ли? Эй! О! Кто это? Тимми! А ну-ка, стой-ка. Дышки есть? Ты кто такой, а? Я мультяшный кот Василёчек. А ты кто такой? Василёчек? Мультяшный кот? Ты что, монстр Тревора Хендерсона, что ли, да? Именно, монстр Тревора Хендерсона. Ааа, надо убегать, ё-моё. Так а ну стояй. Ладно, 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 ты не бей меня. Стоять, не рыпайся. Чё, Дэшки есть? Хе-хе, и Дак Ка есть? Ну, поможешь хоть наловил. Давай, вываливайся из карманов. А, точно, как дам тебе людей. Нет, у меня ничего. Я Каркарыч, если что. У меня ничего нет. Нет ничего. Ну, сейчас я проверю. Ну-ка. А, не надо. Ай, больно. Ай. Опа. А, нету, не надо бить. Не надо драться, пожалуйста. Слушай, реально кажется пустой. На, вот ты ещё раз, для профилактики. Фингал под глазом. Не дерись. Хотя ты так весь сиди. Не бейся. Хватит меня бить, пожалуйста. У меня нет ничего, уходи. Ой, ну ты неудачник, конечно. Ладно, давай проваливай быстрее с глаз моих, пока тебя самого не съел. Хорошо, хорошо, хорошо. Пойду положу что-нибудь вкуснее. Опа, как же страшно. Капец, какой ужасный мир. Почему в этом мире я такой слабый? Я, конечно, не самый сильный смешарик, но всё равно в нашем мире никогда такого не было, чтобы я кто-то обижал. А тут, каждый просто встречный. Как только я появился здесь в каком-то поселении, я увидел горку, которая жила и напала на меня, и побила меня, покусала. Потом вот, увидел этого сиреноголового, ещё каких-то страшных монстров в лесу. Теперь этот мультяшный кот. А-а-а, ё-моё. Нужно выбираться отсюда, я понял. В этом лесу, видимо, много монстров живёт. Нужно отсюда валить. Возможно, в каком-то другом месте не будет так много монстров. Нужно быстрее убегать. Ай-яй-яй-яй, быстрее полетели, полетели. Давай-давай-давай, Каркарыч. Давай-давай-давай. Ай-ё-моё, страшно-страшно. Лучше на дорогу не выходить. А то и всякие монстры ходят. Так, мост какой-то разбитый. Какие-то вагоны. Как же и страшно. Ой, кажется, слышу звуки сирен. Да-да, это сирены. Кажется, сиреноголовый идёт. Нужно прятаться. О, туннель какой-то. Тихо-тихо-тихо-тихо. Только не сиреноголовый. Ё-моё. О, здесь вроде нормально. Ой, всё, тихо-тихо. Как же здесь темно. А-а-а. Что это? Да, потревожил мой. А, ещё какой-то монстр. А-а-а, надо бежать. А-а-а. Бежим, бежим. Иди сюда, жалкий смертный. А-а-а, всё только не бей, бей, не бей, не бей, не бей. А-а-а. Что это такое? Не бей, бей, пожалуйста. Не похож на обычных монстров Треворов Хендерсона. Кто ты такой? Я-я, Каркарыч. Я вообще из другого мира. Я даже не знаю, как сюда попал. Не бей, 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 бей. Ты кто такой? О, ты из другого мира? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да, я через портал попал в этот мир. И теперь не знаю, как отсюда выбраться. Да-да-да-да-да, я чувствую от тебя какие-то странные эманации. Действительно, какой-то странный след энергии. О, как же я давно не встречал анамирцев в этом странном измерении. В него я тоже попал из другого мира, из своего. Хо-хо-хо. А что у тебя за мир, а? О, это четвёртое измерение. Тебе твоим мозгом не постичь. Да он даже для нас, высших существ, довольно-таки сложно устроен. Поэтому иногда мы выходим отдохнуть в такие обычные миры смертных. Но я, правда, что-то здесь немного застрял. Но, с другой стороны, не жалуюсь. Создания тут слишком слабенькие, так что я могу с кем угодно справиться. Даже с сиреноголовым? Да, с сиреноголовым для меня вообще не проблема. Хо-хо-хо. Ух ты. Однако у меня, как у высшего существа, одна напасть. У нас там в четвёртом измерении законы физики вообще по-другому работали. И там, в общем-то, не нужно было особо конечностей много иметь и так далее. Вот, а здесь законы физики так пошиво работают, что без рук жить неудобно. Поэтому я хочу сходить и руки себе отрастить. А к кому ты пойдёшь? Кто тебе руки отрастит? Да, вроде есть там всякие колдуньи, шаманки. Даже демона призвать можно. В общем, в этом мире много способов. Ё-моё. Слушай, а может быть этот... Какой-нибудь твой демон или колдунья меня сделает посильнее? А ты чё-то такой слабенький. Меня любой монстр может обидеть. В этом мире так страшно быть слабым. Хм, то есть ты когда переместился в этот мир, никак не изменился? О, нет, я такой же и в своём мире. Вдали диспе шариков мы все такие. Шарики округленькие. Ну-ка, ну-ка, дай-ка я. Так, 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 так. Ну-ка, ага. Да, действительно, ты из другого мира. Ой, что ты сам сделал? Я, в общем, твои чакры все проанализировал, просканировал с помощью своей магии. И действительно, ты из другого мира. Я ещё раз в этом убедился, но что самое главное. Обычно, когда многие существа путешествуют между мирами, если они слабее, чем энергия мира, в которую они попадают, то они изменяются под законы этого мира. И раз ты такой слабый, ты должен был измениться. Но что-то это блокирует. А-а-а, вот в чём дело. В тебе, в общем, внутри есть какая-то скрытая сила, которая ещё в рамках твоего мира существует. И эта форма при твоём преобразовании будет слабее, чем финальная форма, в которую ты можешь превратиться сам по себе. И из-за этого ты застрял. То есть, ты остался прежним. Хотя должен был построиться под этот мир. Но не построился, потому что в перспективе ты можешь быть сильнее, чем эта форма, которая тебе даст этот мир. Если хочешь, я могу тебе помочь. И сделать так, чтобы ты превратился в форму, которая присуща этому миру на какое-то время. А потом, она должна будет смениться формой твоих скрытых возможностей. Я, в общем, не знаю, кем ты там станешь, но постоять за себя сможешь. Как всё сложно. Я, конечно, с многими смешариками общался, с умными. Например, с пином и так далее. Но так много умных слов за раз я и не слышал. Так лучше быстрее меня сделай, без лишних слов сильнее. А то мне уже надоело то, что меня здесь обижают. Хорошо, хорошо. Ладно. Сейчас я позволю энергии этого мира на некоторое время твои чакры перекрутить, переработать и превратить тебя в иную сущность формы. В общем, метаморфозы с тобой некие произойдут. Возможно, будет больно. Ну, начали. Я, в принципе, только рад помочь какому-то путешественнику между мирами. Мы должны друг другу помогать. Фу! Что с мной случилось? Ё-моё! Ты стал максимально похож на существа из этого мира. Теперь ты как один из них, будто бы всегда здесь жил. Однако, несмотря на то, что ты адаптировался под условия этого мира, за счет специальных моих всяких там метаморфоз и заклинаний, и магии, вот, и преобразований, ты все же имеешь более сильную форму еще из своего мира. И из-за того, что я вмешался в свои чакры, теперь тебе со временем должна будет побудиться та самая скрытая сила из того мира. И, наконец-таки, ты станешь тем, кем можешь быть, кем могут быть в том мире. Хе-хе. Вот. И ты превратишься не знаю во что. А пока ты будешь максимально похож на жителей этого мира. Ну, в общем, спасибо тебе. Кстати, как тебя зовут? О, я белый мультяшный кот. Хе-хе. Белый мультяшный кот? Знавал я тут до дома мультяшного кота? Василечка он не обижал. Ну, теперь я сейчас его найду. Хе-хе. И быстренько его проучу. Чтобы он не обижал более слабых. О, ну давай, удачи тебе. Ладно, а я пойду, пожалуй, и буду все руки пытаться отрастить. То законы этого мира еще долго мне постигать. И пока я их не постигну, я не смогу полноценную материю преобразовывать и управлять пространством и временем. Пока что мои возможности ограничены. Хе-хе. Ну, такие легенькие фокусы, как помочь промыть чакры и преобразовать путешественника между мирами, это мне запросто. Ладно, удачи тебе. Спасибо тебе еще раз, белый кот. Удачи тебе. Ура, наконец-то я смогу покушать. Фух. Я, конечно, смешарик, и мы обычно дэшками не питаемся. Но теперь уже монстр драйвера Хендерсона, поэтому я теперь могу и дэшками попитаться. Ммм. Вкусненькие дэшечки. Сразу же, как только превратился в эту какую-то курицу или голубя. Кто это теперь такой? Хе-хе. Кто это я вообще такой теперь? Непонятно кто. То я теперь хочу и дэшек кушать. Дэшки, 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 дэшки. Ну, а завтра, уже когда емся этих дэшечек вкусненьких, найду этого мультяшного кота Василечка и отомщу ему. Ха-ха-ха. О, какая вкусненькая дэшечка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас покушаю. Попробовал этих дэшек. Вчера пять или шесть съел. Такие невкусные, сладенькие. Ммм. Правда, некоторые с оружием, как этот, например. Стреляют, что-то там делают. Но они мне ничего не смогут сделать. Никакого урона нанести. О, быстрее, пока он спиной отвернулся. Тихо-тихо-тихо. Так. Иди сюда, сейчас тебя съем. Ням-ням-ням-ням-ням. Ммм, вкусная дэшечка. Хо-хо-хо. Вкусняшка. Ммм, нам-ням-ням-ням. Откуда они приходят? Прям в этой части леса так много дэшек. Наверное, они откуда-то оттуда идут. Вон, вижу, дорога куда-то ведет. Надо посмотреть. Может быть, там есть еще дэшки? Ну, ладно, в принципе, я запомнил, где эта дэшка находится. Потом еще доем. Я все равно не голодный. Так, 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 так. Ну, вроде дэшек нету. А это еще что такое? Что это? А, еще одна. А ну, иди сюда. Так, 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 быстрее за ней. А ну, иди сюда. Так. Ё-моё, где она? Ничего не вижу. На. Ё-моё. Ничего не видно было. Что произошло? А, все горит. А. Никуда бежать. Ничего не понятно. Все в каком-то... В зеленом дыму. Газ какой-то зеленый. Нужно быстрее отсюда выбегать. О, в смысле? А где, где мое тело монстра Древера Хендерсона? Того голубя какого-то или какой-то курицы? Я теперь снова обычный каркарыч. Теперь снова нужно прятаться. А то сейчас опять какой-нибудь мультяшный кот или еще кто-нибудь меня увидит. И опять миллилей надает. Что это за какой-то странный газ? Он превратил меня из монстра опять в обычного каркарыча. В мою обычную форму смешарика. Как это исправить? Я не хочу, чтобы меня снова здесь обижали. Стоп. Если я туда забежал и превратился из более сильной формы в более слабую, то, возможно, если я забегу и там побуду некоторое время, надышусь этим газом, то я превращусь из более этой слабой формы обратно в более сильную. А что, попробовать стоит? У меня, в принципе, только два варианта. Либо получать люлей от монстров Древера Хендерсона, либо рискнуть. И вдруг я снова превращусь в более сильную форму. Быстрее, 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 пока весь этот газ не рассеялся. Что это вообще за какой-то странный газ? О, как же тяжело дышать. Кажется, ой, в глазах темнеет. Я, кажется, теряю сознание. Что со мной случилось? Что это за какой-то странный газ? Не-не-не-не, я уже научен этой жизнью. Если я зашел тогда и превратился из более сильной формы в более слабую, а потом из более слабой, когда я зашел, уже превратился в эту, в более сильную форму. Вот это мышцы, вот это сила, я чувствую эту силу. Но если я снова зайду в этой форме, в форме качка Каркарыча, в этот газ, то я снова стану маленьким слабеньким Каркарычем. Не-не-не-не. Я не хочу быть маленьким и слабеньким, чтобы меня обижали. Я хочу быть сильным. Чувствую силу. Ох, вот это мышцы. Вот это мощь. Ну теперь меня точно никто не обидит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ох, ты кто такой? Помнишь меня? Ха-ха-ха-ха-ха. А, нет. А, лицо сидее. Нет, неужели ты? Да, это я. Я накажу тебя за то, что ты обижаешь слабых. А, нет, помогите. Чтобы ты больше никого никогда не трогал. А-а-а. Иди сюда. А-а-а, помогите. А-а-а. Теперь никто не обидит Каркарыча. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну что ж, дорогие друзья, всем огромнейший привет. Ну а с вами снова я, Слайкмастер и, конечно же, Дарк. И сегодня мы вам, ребята, показали, как обычный маленький Каркарыч из смешариков превратился в огромного гигантского качка Каркарыча в игре под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья. Ну и, кстати, да, ребята, напишите в комментариях, кого именно вам напоминает качок Каркарыч. Или не видели ли вы где-нибудь его ещё? Да, возможно, вы его, ребят, видели до этого ролика ещё где-то. И, возможно, даже он как-то по-другому называется. Мы вот, ребят, с Дарком что-то не помним, не можем никак припомнить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как он ещё может называться. Где же мы его тоже, ребят, с Дарком видели ещё до этой серии? И, конечно же, не в Гаррис Моде. Напишите, друзья. Вообще, да, вот какой-то огромный перекачанный, накачанный Каркарыч. Вот, ребята, обычный Каркарыч. Обычный смешарик. Ну а вот, ребята, огромный наш Каркарыч. Ну и, друзья, если вы хотите больше всевозможных персонажей, смешариков из мультфильма «Смешарики», то давайте мы наберём на этой серии очень-очень много лайков. Давайте мы, ребятки, наберём на этой серии 10 тысяч лайков. Если наберётся на этой серии 10 тысяч лайков, то у нас, друзья, ещё обязательно появятся и другие смешарики. Какие, кстати, Дарком могут появиться? Бараш, Нюша, Крош, тот же Пин, Савунья, да, и так далее. Вообще, да, ребят, все эти самые легендарные смешарики обязательно появятся в Гаррис Моде. И у нас, конечно же, в роликах на канале. Если на этой первой серии про смешариков наберётся 10 тысяч лайков. Ну и, конечно же, друзья, напишите в комментариях, какого вы бы ещё хотели увидеть качка смешарика. Например, не знаю, качка Кроша, или качка Бараша, или качка Копатыча, или ещё кого-нибудь. Вообще, да, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем испытывать нашего качка Каркарыча. Ну что, давайте мы сейчас, ребята, узнаем, насколько сильный качок Каркарыч. Так-то, да, ребят, видите, его мышечная масса просто огромная, мышцы такие огроменные, да, бицухи вон. Так что, мне кажется, он довольно-таки сильный, очень даже сильно бьёт. Вот давайте сейчас мы это проверим. Но если вы, ребятки, хотите увидеть серию, как Каркарыч будет сражаться против других качков, а качков у нас уже довольно-таки много появилось, и, возможно, он настолько сильный, что даже сильнее каких-то реально топовых качков, по типу там Белого Мультяшного Кота, Келевили Качка, или Поезда Пожирателя. Вы помните, это топ-3 у нас вроде по силе качков, ну, помимо Титанов Качков. Очень, да, ребят, если хотите увидеть такую серию, где Каркарыч-качок будет сражаться против других качков, даже против всех, получается, качков, то давайте мы наберём на этой серии 10 тысяч лайков. Очень, да, ребят, по-любому ставьте лайки, обязательно будет много крутого контента про Каркарыча. Ну, а сейчас давайте мы его испытаем. Вот они, мостовые черви, много-много мостовых червей. Это, в принципе, особо не показатель, если он их всех перебьёт. Но вот если быстро перебьёт, это уже довольно-таки такой хороший показатель. Давайте, ребят, проверим это. Насколько он быстро бьёт, да, насколько он быстро свои атаки проводит. Раз, два, три. Вперёд. Так-так-так-так-так-так, а ну-ка. Ну, смотрите, друзья, спокойно он забивает толпы мостовых червей. Да, с нескольких ударов расправляется с несколькими сразу же. Вообще, прям, ребят, на изичах. Ладно, не только разогрев. Сейчас, ребят, будут монстры, конечно же, посильнее, побольше. Ну, а битвы против уже других качков, такие вот одиночные битвы. Ну, и там всякие другие битвы против других реально очень-очень сильных монстров. И они будут сражаться против нашего качка Каркарыча. Это, ребятки, уже ждите, да, в новых сериях. Так, с мостовыми червями он очень-очень легко разобрался. Теперь давайте будут следующие. Он, например, существа с просёлочной дороги. Кандри Род Крейчерс. Это существа Древора Хендерсона. И смотрите, ребят, практически даже ему урона не нанесли эти мостовые черви. Так, вы, ребят, готовы? Огромная толпа существ против Каркарыча. Раз, два, три. Так, 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 побежали, побежали. Смотрите, их даже легко с одного удара. Так, Дарк, знаешь что? Добавь-ка, пожалуйста, много-много милкволкеров. Прям много-много милкволкеров. Во! Огромная, друзья, толпа милкволкеров. Милкволкеры, конечно же, начали сражаться против существ. Но это им только, наоборот, ухудшает их положение. О, сейчас, ребят, смотрите, Каркарыч будет бить этих бедных милкволкеров. Да, с одного удара двух, трех или даже четырех милкволкеров. Вот спокойно урабатывает. Хотя милкволкеры, видите, размером прямо с нашего Каркарыча. Ребят, сколько милкволкеров набежало! Просто капец! Реально огромная толпища, видите, да? И с этой стороны просто целая армия сражается против существ. И с этой стороны милкволкеры подобегали. Так, давай-давай, Каркарыч, добивай их. Мне кажется, он даже спокойно войдет в топ-5 сильнейших качков. Но это, ребят, уже будет обязательно в отдельной серии. Мне кажется, реально будет интересная серия. Ладно, там повалить всевозможных милкволкеров, сиреноголовых и других. Этим у нас занимаются уже практически все качки, да? Любые качки спокойно урабатывают обычных монстров, причем просто толпами. Но, ребятки, уже когда прям качок против качка сражается, вот это реально уже интересно прям посмотреть. То есть провести чемпионат качков и выяснить, какой более слабый качок, какой более сильный. И кто же самый-самый сильный. Вообще, да, ребят, довольно-таки круто получилось. Существа отхватили, милкволкеры отхватили, мостовые черви тоже. А Каркарычу просто... Просто пофиг, смотрите, вообще практически урон даже не донесли. Жесть. Ну, в общем, да, друзья, вот такая у нас сегодня офигенная серия получилась, как Каркарыч стал качком, самым сильным, возможно, смешариком, либо одним из самых сильных смешариков, так как у нас еще другие качки, я думаю, смешарики обязательно появятся. И, возможно, даже одним из самых сильных качков в принципе. Качков монстров, качков ACP. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Сегодня мы показали его превращение, показали испытания его, как мы его испытывали, проверяли его силу и выяснили то, что он реально очень-очень сильный. Ну, а если вы хотите больше роликов про смешариков, про Каркарыча, про качка Каркарыча, то давайте мы наберем на этой серии 10 тысяч лайков. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а с вами были я, Слайк Маст и, конечно же, Дарк. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем, ребята, пока-пока. Пока-пока, друзьяшки.